Здравствуйте, граждане! На профильных форумах часто задают вопрос, есть ли замена дельты для пароизоляции? Да, есть. Называется Rollin BA-150A, а вот, собственно, и она. Нюанс заключается в том, что BA двухсторонняя, а вот дельта односторонняя. Походу я докажу вам, что у этих лент гораздо больше общего, чем отличий. Опытные граждане возразят, что у дельты есть и двухсторонняя версия. И будут правы. В следующих выпусках сравню двухстороннюю BA-150A с двухсторонней дельтой. Но вопрос-то состоит в поиске альтернативы именно односторонней дельте. Задача показать, что можно экономить креативно, без потери качества. Главное разобраться в вопросе. Я прекрасно понимаю, что заменить одностороннюю дельту везде невозможно. Но даже частичная замена позволит сэкономить. Итак, что же мы имеем? Двусторонняя безосновная армированная лента. В данном случае это значит, что у ленты очень толстый клеевой слой, армированный нитями. Отсюда следует, что такая лента гораздо эффективнее смачивает поверхности. Проникает во все неровности. Например, на пористых поверхностях BA работает отлично. И поролон, и бетон, и дерево, и ткани, и много что еще. Ничего не напоминает? Та же безосновка с армированием, намазанная жирным слоем на полиэтиленовую основу. А вот еще одно сходство. Температура нанесения. У дельты оно начинается от плюс 5 градусов по Цельсию. BA 150A действует точно так же. Можно, конечно, заявить, что дельта наносится и при минусовой температуре, но что-то как-то сомнительно. Я не видел, чтобы производитель заявлял нечто подобное. Единственная на моей памяти пароизоляционная лента, способная клеиться при температуре от минус 20 градусов по Цельсию, это 3M8067E. Уникальная и запатентованная по самое не хочу. Но цена у нее конская. А мы тут вроде как пытаемся экономить. Важно запомнить еще один момент. Несмотря на жирный слой клея, который позволяет многое простить при нанесении, например, пыль на поверхности, эти самые поверхности все же лучше обезжиривать. Что для дельты, что для BA 150A. Можете пронаблюдать разницу на одном и том же материале. Подготовленная поверхность. Почему? Абы какой скотч не подходит для пароизоляции. Походу клей не той системы. Дело не только в толщине клея, но и в его составе. И тут, и тут клей акриловый, но непростой. Его модернизировали смолами таким образом, чтобы состав мог клеиться на влажные поверхности. И даже под водой. Вот так. 3M клеится, дельта клеится, BA 150A соответственно тоже клеится. Отрываются все приблизительно с одинаковым усилием. А вот разница силы адгезии на сухую поверхность и под водой. О чем нам это говорит? Да ровно об одном. Что несмотря на способность клеиться под водой, условия нанесения ленты лучше все-таки соблюдать. Двухсторонняя дельта вела бы себя точно так же. Мы постараемся проверить это в ближайшее время. Не успел показать, что далеко не весь акрил способен на такое. Вот пример. Версия оригинального немецкого скотча TESA 4965. Проведем эксперимент. И наблюдаем результат. Скотч на поверхности не держится. Дальше пойдут отличия. Температура эксплуатации. Дельта работает в диапазоне от минус 40 до плюс 80 градусов по Цельсию. Выше не может, так как полиэтиленовая основа начнет деформироваться. BA 150A этого не боится. От минус 40 до плюс 120 градусов по Цельсию лента способна работать постоянно. До 200 градусов по Цельсию кратковременно. Второй немаловажный нюанс. Устойчивость к воздействию ультрафиолета. 3M в техлисте, например, четко прописывает, что лента способна работать под ультрафиолетом до 12 месяцев. Мои эксперименты показали, что при наличии сильного натяжения под ультрафиолетом лента способна выдержать только 3 месяца. Уверен, что с дельтой ситуация будет такая же. Почему так происходит? Ленты плохие? Нет. Однозначно нет. Дело в полиэтиленовой основе. Она чувствительна к ультрафиолету. Но, несмотря на этот минус, обладает огромным числом плюсов. Поэтому, собственно, полиэтилен и применяют. BA150A не обладает этим недугом. Акриловый клей флегматичен к воздействию ультрафиолета. Что 12 месяцев, что 12 лент... Лент. Что 12 месяцев, что 12 лет, лента простоит и не закашляет. Да и вообще, срок эксплуатации ленты рассчитан на срок эксплуатации самой конструкции. В нашем случае пароизоляции. А вот и третий нюанс. В отличии от дельты и 3М, мы можем резать BA150A на любые ширины. Например, опытным путем, совместно со строительной компанией, мы выяснили, что для уличного применения вполне хватает 20 мм. А для помещений 10 мм. Но, если у вас имеются иные предпочтения, мы их выполним. Нарежем любую ширину с шагом в 1 мм. 6, 7, 8, 9 и так далее. Намотка, кстати, 50 метров. В 2 раза больше, чем у односторонней дельты. Отдельно, прошу заметить, что BA150A мы можем поставлять еще и в листах. Ширина 900 мм, а длина от 1 погонного метра. Как видите, гибкость подхода налицо. Появились вопросы? Задавайте их в комментариях. А на этом наши полномочия все.